всем привет народ люди мира всем привет у нас пятница конец недели сейчас у нас будет тренировочка активная да наверно я что-то простую поэтому сейчас будем корректироваться с вами как всегда дмитрий екатерина екатерина будет ушатывать дмитрия одним видом уже ушатал мы как всегда начинаем с верхней плечевого пояса разогреваемся делаем разминочку мы ее условно так называем для кого-то это действительно разминочный комплекс для кого-то полноценная тренировка ну что начнем дмитрий как всегда утяжелителя спинка ровная макушка тянется вверх углы в коленных суставах 90 градусов стопы плотно прилегают к полу если вы сидите как зима либо на кушетке либо на стуле либо на диване стопы должны стоять если занимаете стоя как я значит прямая спинка таз немножко подкручен вперед выстремились и работаем плечами вверх максимально пытаемся дотянуть до ушей и опускаем вниз максимально делаем такую разогрев 20 раз сегодня 2 3 4 5 6 7 8 9 10 продолжаем 11 12 13 14 15 16 17 18 19 и 20 работаем следующее упражнение двумя плечами вперед 15 движений и назад 15 движений когда работаете участвует плечо лопатка но акцент больше на плече на грудной мышце насколько вы скручиваетесь да когда назад думаем про лопатку насколько они близко подходят к позвоночнику и зажимают имитированную монеточку обращайте внимание где я сижу кто с нами недавно занимается смотрите я сижу на стуле для меня это было усложнение начинали мы это в коляске пересели на диван потом на кушетку в кушетке нашего то есть вот этот вот период это всегда усложнение поэтому и вообще на тренировках обращается внимание потому что мы в чате иногда общаемся ну не врачи ну вот пропускает мелочи некоторые товарищи и потом начинается а так и так и то не то и не помогла вопрос у нас был вопрос категорина вы специально комплекс упражнений именно для меня подбираете ну конечно мы работаем специально с тобой я могу рассказать комплекс упражнений для всех специально подбираю для дмитрия потому что работаю с дмитрием но этот комплекс может выполнять как абсолютно здоровый человек которому нужно там утренняя либо дневная либо вечерняя разминка после того как он где-то долго сидел скрюченный там возле компьютера или смотрел свой смартфон так и для человека которому нужен крепкий верхнеплечевой пояс разминка перед какой-то активной тренировкой точно также человеку в коляске который хочет научиться держать спину прямо и в начальном этапе вот этот вот комплекс вы его даже полностью не сможете сделать если было шейные травмы там первый период да хоть бы руки просто две вверх поднять да и при этом не упасть лицом вперед поэтому комплекс он многозначный такой да то есть этот комплекс если у вас травма а он 90 процентов вам подойдет а 10 процентов вам нужны индивидамия что-то это однозначно поэтому я всегда говорил если есть возможность инструктора пригласить приглашайте опять-таки комплекс разнообразный то есть мы что-то добавляем что-то убираем где-то есть однотипные упражнения где-то усложненные где-то добавили гантельки утяжелители резинку что-то поменяли и если вы давно за нами следите если недавно следите за нами дальше то есть мы что-то меняем и вы выбираете для себя наиболее подходящее упражнение которое получается выполнять а то что не получается с периодичностью пробуйте возможно вы стали крепче получится так что мы продолжаем круговые вращение вперед 1 2 3 амплитуда большая у нас 4 дыхание выдоха выдох и скручивание 5 6 7 8 9 10 продолжаем 15 и 15 обращайте внимание на лопатки и плечи ну вот это очень важно то есть не просто поболтали да по-быстрому вот как поднимается так и понимаете прям старайтесь по максимальной амплитуде работы то есть максимально подняли плечо вверх вывели его по окружности вперед по окружности вниз назад и опять вверх лучше замедлитесь в этом упражнении чтобы вы поняли что у вас работает и акцент на этих мышцах я вам могу сказать если вы сделаете это сидя не в коляске без спинки без опоры это очень хорошее упражнение для спины для поясницы если вдруг вы опираетесь на спинку то хотя бы с какой-то периодичностью отклоняйтесь пускай это будет одно движение два движения со временем у вас корпус окрепнет и вы сможете сделать больше так ну что мы делаем назад и когда делаем назад у нас акцент на лопатках то есть помимо того что у нас большой диаметр круга мы еще думаем насколько близко наши лопатки приближаются к позвоночнику если что добавляем напряжение мышцами скина 1 2 держи 3 стараемся не кивать головы 4 5 6 спин корона работает только плечо лопатка грудной отдел сколько 7 да 10 ух ты 12 13 14 и 15 хорошо следующее наше упражнение будет тоже либо с утяжелителями Дима будет делать с утяжелителями и я возьму палочку то есть два варианта для вас палочком и ручалочком что мы делаем я беру палочку позади себя обратным хватом а Дима просто максимально далеко старается увести руки позади себя при этом спина удерживается ровно макушка тянется куда ладони смотрят наружу это так хорошо не прислоняться же нельзя да желательно не прислоняться Дима кстати я вчера приседал ой приседал в брусьях не красне в брусьях короче ну Катя мне дала задание 10 раз правильно да а я никогда не не знаю короче знаете сколько 10 раз раз стало не знаю ты же мне сейчас расскажешь минут 15-20 да ладно я сразу пять раз встал и потом по одному разу раз очень хорошо то есть это результат который мы когда-то делали за час даже больше у нас начале уходило больше часа мне было так легко вставать а потом мы дошли до 40 минут а когда уже до 40 минут дошли мы договорили что Дима будет вставать сам да это очень хорошо вот если вы ну вот много много людей спрашивают вот упражнения на замыкание колен это целый комплекс это нету одного упражнения которое взял и сделал это брусья это колено отодвигать ногу поднимать выталкивать там есть у нас на упражнение для связок под коленной ямки это все замыкание колен то есть везде где согинается колено это для замыкания колен да 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 все верно получается несмотря от позиции да будете вы лежа сидя стоя выполнять но там где есть сгибание в коленном суставе это все для либо укрепления мышц коленного сустава либо для замыкания если это вертикализация либо это выталкивание какого-то там фитбола например да это все и это да это работа не одного дня месяца для некоторых даже и года у меня колене чтобы было чуть-чуть понятно у меня колени замкнулись спустя 3 года после травмы то есть я все время 3 года подряд я стоял в подвязях колено упорено я стоял каждый день это тоже на свой повлиял потом я начал чуть-чуть отпускать вот этот таз вперед подавать ну то есть целый комплекс сгибать разгибать ногу все вот у меня через 3 года только они замкнулись но у каждого все индивидуально Вы же поймите То есть колено это не просто четыреуглавая мышца бедра, это выталкивание таза, да, то есть это ягодичная мысль, это поясница, пресс, то есть кажется колено где, но вон там внизу, но на самом деле вам нужен вывеск для того, чтобы замкнуть вот в этой точке. Так, ну что, работаем? Да, поговорили и хвались, тут мне рассусоливать. У меня голос охрипший, ты слышишь? Да, там что-то за горло падает. Потому что нет, потому что у меня такой голос, как у Роберта Донера. Да? Ты решил бруталить? Да. Давай, работаем назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Хорошо. Хорошо. А теперь я беру обратным хватом, пальцы будут смотреть ко мне в спину, Дмитрий просто развернет ладони к себе и тоже сделаем десять раз. Дмитрий хитрый. Да. Ну как? Так себе. Да. Был бы хитрый, не нырял. Ну что, пробуем? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. На обратном хвате тричек включать. Отлично. Потому что надо держать замкнутым локоть. Да. Так, следующее наше... Что нет? Отдыхай. Следующее наше упражнение будет тоже с утяжелителями. Либо вы можете взять гантели. Что мы делаем? Мы растягиваем максимально руки. Можно вообще без ничего выполнять это упражнение. Можно выполнять это упражнение с лентой. Я сейчас возьму ленту и буду выполнять его с лентой на сопротивление. Дима будет выполнять это с утяжелителями. Значит, мы выталкиваем пространство ладонями, если вы, конечно, не удерживаете гантели. Если вы удерживаете гантели, просто максимально от лопаток до кончиков пальцев вы растягиваетесь обеими руками в разные стороны. На протяжении, там, десяти, например, счетов. Счет может быть больше, меньше, вы выбираете для себя. Но он должен быть постоянным на каждой тренировке. То есть вы растянулись и держитесь. Сейчас я беру верну. Покрепче, видите? Черную. Черную, черная, занятая. Ах ты. Позолтенькую возьму. Черную, или? Она по, это, полегче. Полегче? Как говорит мой брат. Бребной, десешь, бери возле камня, меньше сучок, легче есть. Сучок, статистик. Так, я просто возьму две леди. Так. Так, ну что, я заведу ленту позади себя. Помимо того, что я буду растягивать ленту, я еще точно так же, как и Дима, буду от позвоночника уводить в разные стороны руки в максимальном растяжении. Так, мне просто растолкнем по станку. Да. Удерживаясь 10 секунд. Столкнулись, держимся. Раз, два, три, четыре. Макушка вверх, спина прямая. Шесть, семь, восемь, девять и десять. Расслабились. С плечем. Да, да. За счет утяжелителя, в принципе, работает спина и плечи. А за счет утяжелителя нужно еще удержать этот вес. То же самое и с лентой. То есть максимально растянуть. Только чуть по-другому это будет работать. Но и тот, и тот вариант будут полезными для вас. Теперь. Ой, я убираю ленту. Дима, я оставляю утяжелитель. Справедливо. Да. Значит, что мы делаем? Мы толкнули пространство и выполняем круговые вращения от плечевых суставов вперед. И затем будем выполнять назад. Все это будем работать через паузу. Десять, либо пятнадцать вперед. Десять, либо пятнадцать назад. Ну что, пробуем? Ну, я должна идти, дойти к какому-нибудь. Давай. Полкнулись, держимся корпусом. Раз. Лопатками. Да, да, да. Лопатками. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И в обратную. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, и один. Хорошо, расслабим. И снимаем утяжелитель. Я не говорю про спину, потому что спину нужно выдержать. Она у меня болтается, как сопля. Поэтому ее выдержать сложно. Напрягается полностью пояснице. И поясница уже больше. Ну, какие у тебя болят? Во всех болят поясницы. Во всех болят поясницы. Спины, я бы даже сказала. У кого-то чуть ниже. У кого-то чуть ниже. Так случается, что есть жалобы на то, что там болит спина. Уже не могу. То есть, к сожалению, или к счастью, я вот даже не знаю, как правильно. Но это нормально. Потому что основное, чем работает колясочник, да, то есть это шейник, либо это спинальник. Это спина для того, чтобы включить ноги. То есть, это основная группа мышц. Так, ну что? А я всем говорю, что неправильно таз стоит. Поэтому болит спина. Спина может болеть из-за того, если это поясничный отдел, да, из-за того, что неправильно стоит таз. Но дело в том, что в момент верстокализации очень часто все проседают прям полностью на поясницу, да, и на тузобедренные суставы. За счет этого, то есть, вот этот вот переизгиб, проседание, оно и дает эту боль. Но, помимо этого, когда идет движение, если кто-то ходит, да, то есть это тоже идет от пресса, от спины вот это движение. И там тоже болят как раз-таки те же мышцы. Так, сейчас я взяла ленту. Диме дала гантельку. Есть два варианта выполнения этого упражнения. Можно вообще вначале без ничего выполнять это упражнение. А также можно для того, чтобы не напрягать сильно руку, оставить утяжелители. Но когда не будет прорабатываться кисти предплечья. Значит, что мы делаем? Мы берем, я ленту, Дима, гантельку. Палец у нас большой, это наш ориентир. Рука прямая в локте. Мы начинаем работать ориентировочно от бедра. Растягиваем ленту до угла 90 градусов. Либо поднимаем гантельку до угла 90 градусов и возвращаем в исходное положение. Второй вариант выполнения. Палец уходит вниз. То же самое прорабатываем в этом же движении. И затем у нас большой пальчик показывает здорово вверх. И мы работаем уже третьим вариантом. Я помню. Все, пальчик вперед. Да, пальчик вперед. Так, куда она мыть руку, куда хочет. Это рука свободная, да. То есть она может слегка опираться на бедро для того, чтобы вы себя удерживали в пространстве. Либо просто свободно находиться вдоль корпуса. Работаем. Спина ровная, макушка тянется вверх. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Хорошо. Меняем руку. Как-то вот кисти становятся по плечу. Даже на разуме. Это здорово. Потому что я визуничек. Это хорошо. Ладно, Катя, помыли и хватит. Ну что, давай, вторая рука у нас. Пальчик вперед. Раз. Два. Спина прямая, макушка вверх. Три. Четыре. Пять. Если стоя, помню, что немножко подворачиваем таз, чтобы фиксировать поясницу. Семь. Восемь. Девять. И десять. Хорошо. Кстати, я стараюсь подворачивать поясницу. Уже, я думаю, я чувствую эти мышцы, даже когда сижу. Хорошо. Ну, то есть, вот это вот. Да. Смотрите. Если вы вдруг абсолютно здоровый человек и хотите выполнять... Вдруг. Ну, просто учитывая наш канал. Если вы вдруг занимаетесь с нами, вы вдруг абсолютно здоровый человек. Просто сейчас это такая редкость. Это вам повезло больше, чем мне. Да. Значит, и вы, например, решили сделать это упражнение, сидя, но на фитболе. Вот на таком большущем мяче, да? Что можно сделать? Тоже есть такой момент. Ты будешь объяснять, сказать можно, а я буду делать палец вниз. А ты давай делай палец вниз. То есть, вы сидите на мяче и в этом случае, да, вы немножко копчик прокатываете вперед для того, чтобы фиксировать поясницу. То есть, напрягаем вниз живота и выполняем упражнение из этого исходного положения для того, чтобы не было вот этого прогиба, и вы вроде бы как подфиксировали себя, попу вот так вырели назад и работаете грудью. Не нужно. То есть, спинка фиксирована, она стабильна, и вы выполняете упражнение. Десять, да. Ой, палец вниз самое тяжело, потому что очень сильно выворачивается плечо, дельта, и включается какая-то мышца, которая у меня плохо работает. Которая плохо работает, она расслабляет кисть, кстати. Она расслабляет кисть, да, и я ее держу, гантелю, да, я ее держу, и трицепс, трицепс, потому что хочет руку соблюдать. Да, плюс вот это вот движение, да, оно сгибает руку. Поэтому, если у вас трицепс еще не держит, да, то есть нету фиксирования в локтевом суставе, то в этом случае вы можете повесить утяжелитель. Да, мышца вообще, хотя бы руку поднять. Да, просто руку начинаем, да. Вначале поднимаем просто руку, у меня есть клиент, который просто руку начинает поднимать, да. Вот так он будет у вас, если у вас трицепса нет. Если совсем нету трицепса, то лучше тогда взять и одеть на локотник, да, с фиксацией жесткой в районе локтевого сустава, чтобы рука была прямая, и просто пока поучиться поднимать прямую руку вверх. Это вообще самый первичный этап, и возможно вы его будете делать, если у вас шейная или грудная, ну грудная нет, а шейная, если травма, из положения полусидя на кровати. То есть вы сидите или лежите, как это правильно сказать, за вами подушечка, рука относительно свободная, вам зафиксировали локтевой сустав, и вы за счет плеча, за счет лопаточки пытаетесь поднимать руку хотя бы вот в этом положении. и тут уже на самом деле палец вверх-вниз, либо вперед вообще не будет играть для вас особой роли. Расслабляет очень сильно кисть, да, да, расслабляет. Расслабляет. Расслабляет кисть, ягодицы, можно... Держи ягодицы. Держи ягодицы при себе. Ты все здесь их сделал, раз? Да, с 11, это просто... Я же не болтун, как ты. Мне же надо было все рассказать. Шесть, семь, восемь, девять и десять. И нам осталось упражнение пальчик вверх. Здорово. 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 Да, давай. Нет. С музыкальным сопровождением ты динь-динь. Я, например, еще сегодня хотел в пятницу расслабиться в связи с моим состоянием, блядь, да? Ну что, ты сейчас обзанимаешься и расслабишься. Даже спасли, да? Да, тебя расслабит так, чтобы ты уже дыкал до вечера. Давай. Фиксирован. Спина, подвернули немножко поясничку попчиком вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Значит... Тоже расслабляет кисть. Или она уже устала? Она, скорее всего, уже устала. Так чуть проще выполнить. Потом, что похвалился. Кто сглазил. Кто сглазил. Тяжелый везунчик тебе ждет. Кто-то погладил. Погладил. Так, ну что, помним, что наша рука должна быть прямой, но с легким сгибанием в локтевом сгибании. Не перераспрямлено. Если у вас получается как-то регулировать вот это вот движение, небольшое, то лучше его отрегулировать в легком таком сгибании. Это нельзя назвать. Рука прямая. Но она не переразогнута. Да. Вот так, чтобы понятно было. У меня не смотрю. Я вообще не знаю. На тебя нет. На тебя я не смотрю. Тебе, ну как получается, даже если переразогнута, ты можешь это выполнять. А те, кто могут регулировать угол сгибания в локтевом суставе, вот, пожалуйста, обратите на это внимание. Если вы спинальник или поясница, у вас либо спина, и вы думаете, что эти все упражнения для шейника, вы ошибаетесь. Да. Да, ошибаюсь. Даже если вы здоровый человек. Вам тоже нужно их выполнить. Вдруг. Вдруг. Даже если вы вдруг здоровый человек. Катя. Ну а что, на самом деле, сейчас сколько людей, с которыми я общаюсь, приходят, говорят, там, болит шея, кружится голова, там, не знаю, млеет пальцы рук. То есть, при этом у людей нету фактического заболевания выстроенного, да? То есть, они считаются здоровыми. Вдруг. Вдруг. Ну не смейся. Посмеешься с тобой. С тобой, если начинаешь стреляться, то начинаешь плакать. Хорошо. Мы выполнили упражнение. Мы сейчас сделаем еще с палочкой. Давай на лодку поплаваем. Ты английский знаешь? Немножко. Я тоже знаю. Раз, два, три. О, так я могу. Так я тогда вообще очень хорошо его знаю. Четыре, пять. Вау. О, май, гад. Так, ну что, я беру ленту. Дима берет палочку, то есть, я ее буду перерастягивать. Так, не просто натягивать в свободном натяжении, да, в таком, а еще перерастягивать во время движения и выполнения упражнения. А Дима работает с палочкой, за края берет и поплыли. Согинаем локтями. Да, сгибаем руки в локтевых суставах. Локти на уровне плечевого сустава. А, да, локти остаются на уровне плечевого сустава, уводятся немножко назад, то есть, вот это движение. Оп, оп, не вот так возьмут плавами, да, а немного выводя плечевую кость. Это очень важно. Потому что вчера вот смотрели, там девчонки занимались онлайн. И она вот локти не запускает, и ей легче. Как только локти ей поправляешь, ну, на словах, то начинает всегда сложнее. Во-первых, сложнее. Во-вторых, вы, когда крутите локти вниз, у вас по-хорошему работает грудная мышца, ну, тут бицепс немножко подключается, да? Да, тоже хорошо. Просто руки. Если получится. Нет вот этого движения выпрямленных лопаток, да? Нет, на самом деле, как получается, так и делайте, но старайтесь так. Это начальный этап, вы пытаетесь делать, как получается, когда у вас уже выходит, там, к примеру, 10 раз выполнить, то в этом случае вы стараетесь скорректировать именно исходное положение. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, и 10, 10. Все хорошо. Все. Поясница пред, ребята, хорошо. Блин, вообще, вот этим упражнением все случилось. Все случилось. Нам еще назад доплыть. Тоже назад, получается, уводим раз, сгибание. Два, сгибание. Спина прямая, макушка сверху. Тоже локти стараемся делать на этом, да? Да, то есть локти мы уводим именно назад, не вниз. То есть они немного будут гулять вниз. Не так, что они прям совсем не падают у вас вниз. Но основной акцент на то, что локоть уходит за спину. Давай, сосредоточьтесь, поплыли. Раз, два, два, три, четыре, пять, 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 шесть, семь, семь, восемь, восемь, девять, девять, девять и десять, десять. Хорошо. Отдавай мне палочку, буду выполнять комплекс для шеи. А, давай покурим, а. Ну, давай. Ну, что, делаем для шеи. Выгоняем спину, плечами делаем немножко движение назад и вниз. И из этого положения макушечкой вытягиваемся вверх. На протяжении двух-десяти щеток мы растягиваем шею, вынимая ее, так сказать, с плечевых суставов. Ой, Катя, Катя, не буду с тебя толкового отдела. Да, что поделать. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабились. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабились. Хорошо. два три четыре пять шесть здесь здесь тянули за к шестьдесят А, тихо, тихо. Свело. Надо растянуть ее. Дохану. Что-то ее свело. Или растянул. Одно вели. Так, давай. Комисти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще два. Скажите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И завершаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. так что мы делаем дальше подбородок это наша точка на которую мы ориентируемся да мы будем выполнять движение вперед плечи дима облокачивается носку плечи прижаты к спинке стула если вы сидите либо просто выравниваете спину и фиксируете плеч для того чтобы они не двигались лета шеи за шеей выполняем подбородок вытягивание и как будто захват предметов который лежит перед вами подтягиваем себе этот предмет таким вот способом и затем отталкивать подбородком ладно катя мешали реки давай поехали вперед 1 2 повыше побольше подальше 3 4 5 6 7 8 9 и 10 крепление башки были подкрутить подвинтить и в обратную сторону уверенно ну конечно мы уже вперед сделано назад отталкиваемся 1 вниз груди толкнули вверх подняли вернули на место 4 5 6 7 8 9 и 10 хорошо на что первая часть у нас так сказать подошла к концу переходим шведской стенки вертикализации ну что поднимаемся растягиваем сам осталось я обычно эти танцы вижу с другого ракурса что хорошо кончается хорошо начиналось и продолжалось правая нога выпендривается движение тазом вперед-назад для того чтобы подрасти на переднюю брюшную стенку независимо от того находитесь вы с подвязанными тазом и с упором в колено упор либо стоите без всего руки находятся на уровне либо груди либо пояса в зависимости от того как вам удобнее держаться далее руки потихонечку стараетесь поднимать выше по планочкам получается сразу вверх уже у вас поднять замечательно нет просто на каждой планочке тоже вот это вот движение тазом вперед-назад для того чтобы подрастянуть переднюю брюшную стеночку хулиганин поясничная мышца у меня так что начнется делать по подпрыгиваю да да перекат с носка на пятку выполняешь растянулся руками теперь руки опустили на уровень грудного отдела либо на уровень пояса и выполняем перекат с носка на пяточку хорошо что такое подбивает поясница это рабочие моменты затем ноги стоят достаточно широко и заваливаемся то на правую ножку переваливаемся то на левую переминаемся с правой на левую ногу если у вас как вы стоите в колено упоре и подвязан таз то вы просто переносите вес тела с одной ноги на другую если вы уже можете держать его замыкают колени вы можете поучаствовать со сгибанием коленных суставов в этом движении сейчас немножко отдыхаем да потом выполняем упражнение с подвязан вначале мы подвязываем туго для того чтобы зима растянулся сейчас обратите внимание на сколько туго меня подвязала катя я таз не могу не меня идет перерастяжение по задней поверхности ну просто и обратите внимание где подвязан не снизу и снизу фиксирована просто она достаточно широкая но если у вас лента не широкая то вы именно по верху ягодиц подвязываетесь и меня катя очень жестоко завязывать я таз вперед я уже не могу его подать потому что мне просто потому что там колено упор чтобы понимали насколько туго надо подвязывать подвязан в начале для того чтобы растянуться и когда я стоял на первом начале точно так меня подвязывали расслабляли только в конце когда надо было таз вперед поделать а на начальном этапе ведет подвязан прям жесткий плотный то есть колени упираются в колено упор уже фиксировано бедро то есть вперед особо никуда не подвигаешься если таз тоже жестко выводится таз вперед сейчас со своей пояснице разговариваешь только красиво по физической культуре красиво теперь смертельный номер это растяжка помогает еще максимально раскрыть межреберные промежутки и активизировать дыхание чуть-чуть ослабляем для начала не ослабляем делаем упражнения в наклонах поэтому таз фиксировал так мне нужно вернуться дина стоит ровно одна рука фиксирована на шведской стенке 2 заброшена на голову мы наклоняемся в противоположную сторону той руке которая над головой и за счет напряжения косых мышц межреберных промежутков возвращает корпус в исходное положение весь тело в момент наклона переносится на то есть он сейчас наклоняется влево соответственно на левую ногу а правой правым боком по простому если да он возвращается в исходное положение не забываем дыхание раскрытие вдох на напряжение и сокращение вызов значит смотрите что может происходить при таких наклонах если вы только начали это делать на начальном этапе если вы уходите в сторону переваливаете на одну ногу вы расслабляете вторую и она может спастировать да спастировать а соответственно либо приходить в тонус либо под согнуться колено может и пятка уйти назад либо если пятка немного отрывается а носок остается стоять она может уйти вовнутрь поэтому если у вас есть спастика в этом моменте вам нужно зафиксировать между стоп положить например какое-то свернутое плотное полотенце чтобы стопы не сдвигались вовнутрь и например к шведской стенке то же самое и делать какой-то подвяз именно пятки чтобы пятка не подлетала назад не сгибала ногу в коленном суставе как это тяжело а сколько ты сделал ну это шесть еще подходик надо, да, Катя? Желательно. Состояние. Кто может сделать еще подход, делайте. Что, устала держать уже что-ли? Нет, я тебя просто подвязала, потому что ты наклонялся. Ткань, она такая полотняная, поэтому... И натурально чуть подрастянулась волокно. Это болтанка тазом. Вот у меня, когда я делаю, здесь очень болит. Он растягивается на фига. Да, да, да. Мышца, они... Грин, это вообще какой-то пологморок. Давай, давай. Пойдешь? Доделаем. Очень здорово. Очень здорово. И здесь. И сейчас в обмороке погоду минуткой, потом начнем дальше. Ну давай, короче. Ты когда из него уходить будешь, мне сообщи, пожалуйста. Не могу. Раз. Два. Три. 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 Четыре. Пять. Шесть. Пять. Семь. Пять. Девять. Ну что, мы выполнили это праздник, сейчас немножко Диман отдохнет и будем выполнять следующее наше праздник. Разбираешься. Растягиваемся вначале. Что это за реакция такая? Я просто не знаю, как это сделать. Это истерика? Да, скорее всего. Ладно, Катя, всё, давай. Ты готов? Нет. Давай, чуть-чуть подослабляем сначала. Совсем мало? Ну-ка, пробуй. Да. Маловато, да? Сейчас побольше. Давай. Раз, два, три. Легко совсем? Вообще, как здоровый. Давай пятерку делай, я тебе ещё сделаю. Как ты вдруг здоровый. Вдруг здоровым стал? Да. Хорошо. Сейчас посмотрим, давай. На твои достижения. Давай вот так пробуем. Раз. Два. 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 Как только почувствуешь, что включился, мне об этом заговорились. Четенько. Чтобы нам могли. Четыре. Включился. Хорошо, убираем подвес. Да. Берем стул. Господи, помоги. Стул держать, теперь держать. Пробуешь сесть, да? Да, пробуешь сесть. Присел. Чувствуешь, что присел? Я сижу полностью. А, я же не вижу просто полностью. И? Так, я понял. Сейчас, Катя. Руки в стороны. А ты попробуй посидеть сначала в этом положении. Я сижу. Без рук. Я. Я. Я? Еще рано. Подожди, еще. Сейчас попробую. Давай я попробую чуть-чуть придерживать. Давай. Буквально пальцами. Мне кажется, ты с подвязаном делаешь глубже. Давай, подвязай. Нет, здесь потому что... Я, когда сажусь на стул, я расслабляю мастер все сразу. И потом мне их трудно напрячь. И... Собраться назад. Нет. Я, когда сажусь на стул, оно меня сразу здесь вот передавливает. Уголок. Вот здесь. Уголок на булочке передавливает. Я поняла. Между булочками. И у меня все. Выключилось. Да. Полностью расслабляет. Я поняла. Ладно. Хорошо. Затем узнаем. Хорошо. Отслабляю. Отслабляю. Расслабляю. Расслабляю. Что это? Да. Стоим. Можно. Раз. 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 Ну ты. Посмотри, что оно творит. Экос пастик. Давай. 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 Кхе-кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе. 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 Я ее туда, она назад. Я вижу. 50. 51. 52. Можно присаживаться. Там вода елки. Нормально ты там? Шевелится. Хорошо. Я так понимаю, мы разбегаться начали. Сгибаем ногу в коленном тазобедренном суставе. Мы перешли к третьей части. К завершительной части наших упражнений. Это растяжка. Дима будет работать руками. Прорабатывать свой третипс. Плюс плечевые суставы. Я выполняю растяжку ноги. Сгибаем ногу в коленном тазобедренном суставе. То есть полностью мы пробегаемся по всем суставчикам ног. Тазобедренный, коленный, голеностопный. Прорабатываем в разных направлениях. Отдельно наши растяжки все есть. Вариации растяжки есть. Я думаю, что сегодня мы, может, просто поболтаем. Или Катя помолчит. Потому что мне говорилось. А вы просто пересмотрите маленькие видосики. Там они недолго по времени. Давай не ленись сейчас. У меня уже язык к небу прилипает. Это не хитей. Это кажется, как клубники. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Достойная была тренировка для пятницы Надеюсь, что вы до конца были с нами и вам она понравилась Очень устал Очень сильно все У меня сейчас такое состояние, как будто я только что получил травму Меня вообще не засталяет Все устало Устало все абсолютно То есть, эта неделя мы так отработали, что... Дима Молодец Надеемся, что на следующей неделе вы тоже будете вместе с нами и продолжите тренироваться Друзья, будьте здоровы, не болейте Счастья ваше вам Всем пока Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok